Ну, друзья, что важно вообще в таком кризисе, который мы сейчас проходим, как себе помочь? В первую очередь важно понять, что при потерях мы проходим четыре фазы. Шок и отрицание, фазу агрессии, потом наступает депрессивная фаза и вот четвертое, освоение нового опыта. И самая сильная вообще вот такие шоковые ситуации, которые вызывают у нас сильнейший стресс, это пожары, землетрясения. То, что сейчас происходит, это фактически социоутрясение, да, то есть вот весь привычный уклад, весь образ жизни, который меняется у нас, у нас почва уходит из-под ног, даже если мы там не заболеем, даже если мы это проживем, все равно то, как мы жили, то, как мы свою жизнь строили, оно исчезает. И фактически у нас вот эта потеря, она вызовет у нас вот в психике, вызовет вот эти вот четыре реакции, к этому нужно готовым быть. Вот я дальше попробую рассказать, как проходятся эти фазы. Ну вот первая фаза, шок и отрицание. Что здесь у нас для нас является шоком? Вроде бы ситуация там с декабря в Китае началась, но все равно это было как бы далеко, да, и мы такие там много юмора было, смотрели, как там итальянцы где-то там организовывали себе карантир, смотрели, как фильмы там ужасов, действительно, как это происходит там в Китае, все равно мы как бы внутри не принимали, да, что мир меняется, да, что что-то такое происходит. И дело даже не в самом вирусе, да, а дело в том, что уходит тот образ жизни, та глобализация, да, то, что было. И психика, она не может принять слишком больно и слишком тяжело. Даже если мы не осознаем, что это больно, но того мира больше нет, да, тех простроенных связей больше нет, того организованного пространства больше нет, психике сразу это впустить трудно, сразу трудно принять, да, и как бы вот она говорит, нет, это все как бы еще где-то далеко, это не про меня, и в итоге все равно придется ей каким-то образом схлопнуться. Ну вот вторая фаза, которую мы проходим, это фаза агрессии, да, то есть мы злимся. Некоторые психологи называют это фазой торга, то есть до конца впустить мы еще не можем, да, и мы как бы жизнью торгуемся. Вот если мы позлимся, если мы прям вот вообще там разозлимся, будем кричать, там, не знаю, будем как-то психовать внутри, что-то, что-то ударим, то у нас такая иллюзия есть, что это вернется, да, и здесь важно понимать, да, то есть чем сильнее для нас потрясение, вот это землетрясение, почва уходит у нас из-под ног, да, тем вот эта фаза агрессии, она сильнее. И это, как мы писать ходим, какать ходим, да, психике нужно выбросить куда-то энергию, потому что мы злимся, для нас вот эта ситуация, она становится как бы врагом, мы ее отталкиваем. Мы можем злиться на себя, на правительство, на коронавирус, на судьбу можем злиться, да, то есть психика, ей нужно найти объект, куда слить вот эту нашу злость, слить вот эту энергию непринятия протеста против ситуации. Ну, третья фаза, это фаза депрессивная. Не совсем она то же самое, что люди лежат там в клиниках, да, то есть когда там какие-то есть внутри в биологии, да, причины, вот, а это внутри психики трудно, она начинает впускать боль потери, боль расставания с чем-то, да, то есть вот боль в случае коронавируса с тем укладом, который был, да, то есть с которым мы жили, финансовое положение, не знаю, какой-то на работе, вообще возможность путешествовать, уверенность в будущем, да, какая-то стабильность, это все уходит. И психика горюет, тоже мы хотим полежать, нам не очень хочется во что-то погружаться, энергии нет, слишком тяжело, да, то есть накатывает, кто-то будет плакать, у кого-то просто будет заметно, потому что ничего не хочется делать. Эту фазу придется пройти, 9-40 дней годовщина, смотрите, год уходит при потере близкого человека, а здесь потери целого уклада жизни. Тоже будем какое-то время горевать, отчаиваться. Вот четвертая фаза после потери, да, это фаза освоения нового опыта, да, печаль такая, мы учимся заново жить с тем, что в новые обстоятельства, да, с тем, что у нас нет того привычного, тех привычных способов механизма, которые были. В случае коронавируса, да, то есть если мы потеряли работу, финансы, возможность делать те вещи, которые мы делали, да, то есть если мы, смотрите, пришли фазы шок-отрицания, отозлились, да, как-то погоревали, поплакали, попечалились, там, полежали, подепрессировали, да, то внутри у нас начинает появляться энергия, приходит принятие смирения с тем, что по-другому нельзя, жизнь продолжается, да, мы впускаем внутрь то, что есть, да, достаем какие-то изнутри психические средства, да, и научаемся заново жить, несмотря на то, что произошло, да, но для этого нужно пройти предыдущие фазы, для того, чтобы внутри родилась новая энергия действовать, проживать в той принятой уже ситуации.